Музыка На базе Аршанского Державного Механика Экономичного Колледжа открылся ресурсный центр. Тут будет идти практичная подрыхтовка специалистов для машинобудования. Новый завод у Орши открыли суместное белорусско-чешское вытворчое предприемство. У коллекции Витеблянина Бориса Геворкова Маль-900 модель у машин советского автопрама. И он не просто сбирая модели авто, а досконало выучая усе, что с ними связано. Выглядите новины Витебской области. У студии Виктор Пралич. Витаю вас! Практичная подрыхтовка кадров для машинобудования будет вестися у Витебской области на базе Аршанского Державного Механика Экономичного Колледжа. На переддень 7-го листопада тут открылся ресурсный центр. На самом сучасном обсталевании практичные навыки будут отточиваться не только навученцы, будучи станочники, а и их старейшие коллеги, работники предприемства, где идет техничное пераснащение. Про тенденции у сучасной подрыхтовцы рабочих кадров Артур Смоляков. У Аршанским Механика Экономичного Колледжа первую участь на перспективу. Тут открыли ресурсный центр с механичными майстернями и лабораториями. Ремонт, доброупорядкование и самая сучасная начинка. На измену паперовым чертежам пришло виртуальное моделевание. Про такие унесы к будущему некольких годов тому можно было только марить. Третий курсник Миколай Развинков признается, дякуючи новому центру, учиться стало по-соправдному цикаво. Все лаборатории работы, которые у нас проводились на старых стендах, которые нам даже в целом были не сильно то понятны, сейчас всем интересно. Здесь каждый элемент помогает нам. Даже для нашей профессии, технологии машиностроения, мы придем на предприятие, большинство элементов, даже те же самые станки, привод станков, у нас есть дисциплина гидропривод, пневмопривод. То есть все, что тут взаимодействовано, все полностью нам помогает в дальнейшем нашей профессии. З республиканского бюджета на обстановление ресурсного центра выделили больше за 2 миллионы рублев. В область допомогла с будовництвом и набытцем компьютерной техники. Ресурсный центр створили з уликом по требу Аршанского района. Али навучаться тут будут студенты инших у Стана Украины, яке рыхтуюць кадры для машинобудования. Ресурсные центры, они будут использоваться как площадки для профподготовки учащихся, профессиональная подготовка, допрофессиональная подготовка, профориентации и так далее. Второе, они будут использоваться для переподготовки и повышения квалификации взрослых. Кроме этого, эти центры будут использоваться как базовые площадки для подготовки конкурсантов WorldSkills, для участия в международных, республиканских состязаниях. Сегодня у механика экономичным колледжа, каля 800 навученцев, за специалистами выстроиваются черги. Головные заказчики кадров, станкозавод, червоный боротьбит, Аршанский инструментальный и авиаремонтный заводы. Предприемства затекавлены, каб выпускников не треба было вучить на ново, на працовном месте. Выкладчики Аршанского колледжа запылнивают, теперь проблема неактуальна. Праца у мясцовых майстернях – узровень профильного специалиста с высшейшей адукацией. Мастерские у нас оснащены современными станками с программным управлением в соответствии с теми программами, которые используются на производстве. То есть учащийся подготовил, обучившись здесь, или же специалист завода, повысив здесь квалификацию, вернувшись на свое предприятие, непосредственно попадает в ту же среду, только уже с большим багажом знания. И может через образование немножко шевелить само производство, то есть стараться его улучшить. Усяго у Витебской области сёння працуют пять ресурсных центров, у Аршанске став шостым. Усяго ж у Беларуси дейничают 48 подобных установ. З них 15 оснащены по опошним слове техники. Артур Смоляков, Александр Петровецкий. Новины Орша. Вытворчость стальовых, без швовых баллону распочали у Орши. Предприемство, якое з'явилося на экономичной карте региона, выник белорусско-чешского партнерства. На невыкористовываемое площадь предприемство легмашно керывали 5 миллионов евро и уже отрымали новую вытворчасть, новое працонное место и новый импульс развития Аршанщины, чого потребует керавничество краины. Зараз и не скажешь, что гэта 3000 квадратных метров былые пустующие пляцовки легмаша. Сучасный завод по выработке без швовых баллону со стали, место, где сошлись деловые интересы белорусских и чешских партнеров. На полную могутность тут плануют выйти до 2022 года и выпускать свыше 50 тысяч баллону на сумму коля 7 миллионов евро. Вытворчость стала новым працонным местом для 43 специалистов, некоторые из них проходили стажировку у чешских коллег. Занимаюсь контролем качества баллона, чтобы он дефект не пропускал, брак. Выявляю вот эту особенность с помощью ультразвука. Это хорошо, я считаю, что здесь открылось такое предприятие, потому что оно создало все-таки как-никак новые рабочие места для нашего города. Достойно оплачиваемое место, приятно, комфортно работать. В принципе, и коллектив хороший. Новый завод – это вытворчасть импортозамещальной и экспортной продукции. И, даречи, за мяжу тут плануют продавать каля 97% баллонов. У основным – это рынок мытного союза. Первое такое производство, такого уровня в Республике Беларусь, которое удовлетворяет потребность практически всех машиностроителей, не только машиностроительных, но и различные другие отрасли народного хозяйства. Это нефтехимия, это МЧС, это медицина. Завод по выработке стальевых бешевых баллонов – другий поспеховый проект, який реализовали у Орши с замежными инвесторами, на территориях былого Легмаша. Первым проходцем было предприемство по выпуску рукавов высокого тиска, суместно с итальянцами, а это доказывает, что Орша поступово становится на реке экономично эффективного развития. Виктор Пралич, Новины Орша. Населенные пункты стали пятой кропкой на карте Витебской области, куды с початку 2019 года газовики пустили блокитное палево. А для Беларуси это тысячный газификованный агрогородок. Агульная протяглость прокладенного тут газопровода складает около 9 километров. Созвоткованного на природный газ переведены 100 квартир в 14 шматкватерных жилых домах. В самый ближайший час гэта околькасть повеличится, кроме того, с приходом блокитного палево, связаны перспективы развития населенных пунктов, створения новых в творчестве операционных местах, развитие инфраструктуры. Агрогородок Горяны, конечно, это перспективный агрогородок. Здесь должно быть развитие, здесь должна быть социальная сфера соответствующая, здесь должны создаваться рабочие места, здесь должны прорастать населением, здесь мы должны осовременить сегодня сельскохозяйственное производство, увеличить объемы продукции и так далее, и так далее. Именно поэтому и пришел газ. Я уже не говорю о удобствах, которые приходят вместе с голубым топливом, и для производственника, и, конечно, для жителей поселка. Полоцкая земля действительно для меня родная, поэтому сегодняшний праздник имеет для меня особое значение. В год малой родины, в кругу родных, близких. По драбязни проурочистый пуск природного газа у агрогородка Горяны и новые Горяны Полоцкого района у завтрашних выпусках новин. Телерадио кампании «Витебск» почала запись теледебату можно узнать на сайте телерадио кампании «Витебск» у разделе «Выборы». Межыншим, кандидаты завершают свое передвыборное выступление на телебачене и радио. Выборы кандидаты у депутаты Палаты представников национального схода Беларуси пройдут 17 листопада. Проголосовать у Витебской области можно будет на 768 выборчих участках. Агрогородок «Перезагрузка» – новые тротуары и лихтары, сучасные спортивные и детячие пляцовки, социальные отделения реабилитации и комфортные зоны отпочинку. Усё гэта отрымали жахары Кировской и Витебского района. Агрогородок добро упорядковали сёлита до районного свята Дажинки, але назробленным не сбираются спыняться. Наши перспективы, наши молодые семьи. На сегодняшний день в агрогородке Кировская строится 42 дома. Сформировано 12 участков для семей, которые стоят на учёте на улучшение жилищных условий. Чаще всего это молодые семьи. То есть у них есть перспектива тоже построить новые дома. Для их малышей здесь созданы хорошие условия. В детском саду, в школе, площадки для отдыха. 13,5 километров дорог отремонтировано. Более 70% с усовершенствованным покрытием. То есть положили асфальт, где не было бордюра, поставили бордюр. Сделали разметку для стоянки автомобилей, для безопасности пешеходов. Сделали лежачие полицейские, потому что не везде есть тротуарные дорожки. То есть, чтобы здесь было чисто, комфортно, но и безопасно, конечно. Как на самой справе змянився агрогородок Кировская, эти задоволены мясцовые жихары. Подробязно расскажем и покажем у программы «Мясцовый час» у «Сераду» 6 листопада на телеканале «Беларусь 4 Витебск» у 19.45. Автомобильное хобби. У коллекции витеблянина Бориса Геворкова маль 900 моделей у машин советского аутопрама, а у тымлику – саправды эксклюзивные экземпляры. Такое захопление у ветерана Министерства внутренних справ родом с дятинства. Йон не просто сбирая модели ауто, а досканала вывучаю все, что с ними связано. Аутомобили советских часов – частка гісторы, якую мы поступово страчываем. Захаваць их обличча с допомогой коллекции – вось идея Бориса Геворкова. Наш корреспондент Вольга Шмаргу надшукала вауникальным сборой и специальную телевизийную технику. Машины легковые и грузовые, будавничные и ремонтные, военные и сельско-господаршие, аутобусы, спецтехника МНС, худкой допомоги и милиции. У коллекции Бориса Геворкова без малого 900 моделей у машин советских аутопрама. Это захопление яше со школьных годов. Первая модель родом с конца 70-х. Это, наверное, первая модель моей коллекции. То есть она по своему состоянию видно, что прошла уже огонь, воду и медные трубы. Бывало в разных ДТП. И в свое время мне отец привез, как, наверное, большинству моих сверстников, в свои годы привез из командировки, подарил. Вторая модель была почти сразу, вот видите, с олимпийской мышкой, Волга 24-я. Ну а дальше они потом пошли, пошли, пошли. Сегодня во уникальном сборе и модель первого российского автомобиля с гаражами Калая Другого и лимузины членов Политбюро и самые сучастные грузовые МАЗы и КАМАЗы. За модель одного из ролейных ауто коллекционер коллекционер не пошкодовал отдать большую частку своей первой зарплаты. В те годы их только начали выпускать полноприводные КАМАЗы модели. Она достаточно интересная. Видите, здесь вот подвеска работает. У него можно открыть кабину, посмотреть на двигатель, устройство. И что интересно, ну, в принципе, большинство моделей они обезличены. А вот это автомобиль конкретного, видите, у него здесь есть стартовый номер, да, как на ралли участвует, 502-й. Они участвовали в ралли. Объектив СЮД. Была гуманитарная миссия, то есть они везли груз, учебники, школьные парты для детей Африки. Этот экипаж занял первое место в своем классе и второе место в зачетах грузовиков. Особливое место займает милицейская техника. Борис Геворков, подполковник милиции в запасе, 19 годов отдал службе. У сбора коллекции допомогая первая специальность инженера-электронщика. По многому модели я в последнее время делаю своими руками. Приходится, скажем так, выдумывать, применять какие-то технологии именно для их изготовления. Это и покраска, склейка, сборка, то есть, чтобы она действительно выглядела красиво, нарядно и как минимум лучше, чем фабричная. Сейчас я делаю модель автомобиля грузинского Колхида, Кутаийский автозавод, но она уже почти готова. Под модели у Кватеры отведены целый покой, шкляные стеллажи, господар зарабил сам, каб сберахчы машины от пылу. Расставлены яны по автозаводах в Итворцах. Есть и великая коллекция и специальная телевизийная техника. Это так званая ПТВС, мобильная телевизийная станция. Модель, яка у себя представлена и выканана у масштабе 1 до 43. Это УАЗ Айёки, молодший брат ПТВС, на якой працюе телерадиокомпания Витебск. Такое захопленье зарабила Бариса Геворкова с науцем советского автопрама. Он ведает все автозаводы, тенденции и нюансы будавництва автомобилев. Прочитал десятки книг, прас интернет, подтримливая совязи с коллекционерами из інших городов и краин. Однако экземплярами со своей коллекцией не обменьвается. Такий принцип, бо кожны дороги сердцу. Многие у подарунок привозили близкие люди. Своё шматгадовое хобби Барис Тлумачыць просто. Автомобили советских часов – это частка истории, якую мы поступово страчиваем. И захавать обличча машин сегодня можно с допомогой коллекции. Больха Шмаргун, Янд Пчельника, Унавины, Витебск. А на гэтым наш выпуск новин завершено. Я з вами развитываюся. До сустрече. У ближайшие сутки па в області будзе воблашна. У особных районах невеликие опадки днём на большей частой территории дожжи. По усходе местами дожжи моцные. Ночью ранится и местами туман. Ветер в пираменных на прамках 4,9 метров в секунду. Температура поветра ночью плюс 4,9. Днём от 7 до 12 градусов тепла. У Витебску ночью без истотных опадков ранится и днём дождь. Слабый туман. Температура поветра у ночи плюс 5,7. Днём 8,10. Выше за ноль. Субтитры добавил DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин